В Ереване прошло заседание Комитета секретарей Совета Безопасности ОДКБ. По итогам подписан ряд знаковых документов о том, как это было, в следующем материале. Армения в июне 2022 года принимает сразу несколько саммитов Организации договора коллективной безопасности. В начале июня в Ереване собрались спикеры парламентов и главы МИД государств-членов ОДКБ. А уже сегодня, 17 июня, в Ереване прошло заседание Комитета секретарей Совета Безопасности ОДКБ. Представители Армении, России, Казахстана, Белоруссии и Гиргизстана обсудили вопросы по нейтрализации угроз безопасности государств-членов данного военно-политического блока. Утром гостей приветствовал секретарь Совета Безопасности Армении Армень Григорян. После протокольного приветствия журналистов попросили покинуть зал заседания для проведения совещаний в узком составе. За закрытыми дверями обсуждались волнующие государства участников проблемы. Украинский кризис, вопросы безопасности в зонах ответственности ОДКБ и армян-азербайджанский конфликт. Была затронута также проблема биологической безопасности. Секретарь Совета Безопасности Армении Армень Григорян на брифинге по итогам обсуждений констатировал, что заседание проходит на фоне нарастающих угроз как в мире в целом, так и в зоне ответственности ОДКБ. Естественно, данный фактор требует принятия своевременных и эффективных мер, направленных на нейтрализацию этих вызовов и угроз и обеспечения безопасности членов ОДКБ. Исходя из этого, в ходе заседания мы уделили особое внимание ситуации, сложившейся в зоне ответственности ОДКБ. Говорил о нарастании угрозы безопасности государством ОДКБ одновременно и в нескольких направлениях и генеральный секретарь военно-политического блока. Одним из главных инструментов обеспечения безопасности государственных организаций противодействия вызовам и угрозам является наращивание потенциала сил и средств в коллективной безопасности, а также организация тесного взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов в проведении оперативно-профессических мероприятий. Станислав Зась, между тем, уверяет, ОДКБ принимает все меры для укрепления мира и стабильности в странах и организации. Принципиально позиция ОДКБ, которая сегодня отмечалась в ходе выступлений в секретаре света безопасности, она остается прежней. Мы убеждены в необходимости политического урегулирования всех существующих противоречий и призываем к этому все силы, от которых зависит состояние международной безопасности. Наряду с этим мы принимаем все необходимые меры для укрепления мира и стабильности в государствах и членах организации и готовы к защите своих интересов. Помимо этого, в текущем году страны и организации намерены координировать вопросы обеспечения биологической безопасности государств блока. В текущем году нам предстоит большая работа по образованию практической деятельности Координационного совета по вопросам обеспечения биологической безопасности нашей государства, новой сферой деятельности. Вопрос биологической безопасности, который особенно волнует Россию, находится на стадии обсуждений, сообщил в беседе с Сиджи Тиан, русский секретарь Совета Безопасности. Мы находимся на стадии обсуждений, но, думаю, этот вопрос будет обсуждаться и в ходе наших встреч в конце года. Мы стараемся найти решение существующим угрозам. По итогам заседания Комитета секретарей Совета Безопасности ОДКБ подписано 6 документов. В частности, план совместной подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. Аршал Исмагдасян, Сиджи Тиан, Ереван